Доброе утро, Ставропольский край! На своем ТВ главные новости региона. И вот самое важное к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие юно-армейцы страны живут на Ставрополье. Региональному отделению патриотического движения вручили Кубок Министерства обороны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начинаем с главного. Пресс-конференция губернатора Владимирова. Десятки острых вопросов, полтора часа информации, которая касается каждого. Например, больницы, зарплаты, дороги. Отвечал Владимиров и на личные вопросы, к примеру, об отношении к Новому году и Деду Морозу. Вадим Москаленко тоже задал свой вопрос. Его репортаж отчет. Предвосхищая вопросы журналистов, начал пресс-конференцию губернатор с кратких итогов 2018-го. И здесь есть чем гордиться. Общий объем продукции, которую произвели в промышленности и сельском хозяйстве, вырос по сравнению с 2017-м. У бюджета края все меньше долгов перед Москвой. А больниц, школ, спорткомплексов все больше. Только детских садов, начиная с 2014-го, в крае построили и реконструировали 43. К слову, успехи в строительстве губернатор особенно подчеркнул. В частности, в строительстве дорожном. К примеру, большая развязка ждет автолюбителей на подъезде к Пятигорску. Давно, наверное, ждут люди эту развязку. Она будет нам стоить где-то около 2,6 миллиарда рублей. И сегодня вопрос передачи земель идет в наш дорожный фонд. И, соответственно, уже само проектирование. Это тот объект, который мы... Ну, уже давно, наверное, заждался Пятигорск. Это перед на въезде развязать транспортную схему. Очень дорогостоящий проект. И сегодня надо приложить максимум усилий, чтобы в следующем году его начать строить. Этот и ближайшие годы должны стать прорывными в борьбе с пробками и в Ставрополе. В частности, появится современная развязка на проспекте Кулакова. Кстати, там же, наконец, нормально заработает Ливневка. Продолжится расширение дорог на юге краевой столицы. Вопрос очень актуальный с дорогами, волнует абсолютно всех. Потому что в пробке лично я простаиваю каждый день из юго-западного района. Я еду, ну, примерно час 15, час 20. По меркам московским это нормально. То есть, а по нашим я считаю, что это ненормально. Многих волновала тема зарплаты. Что с ними будет в ближайшее время? От нашей телекомпании губернатору по этому поводу сразу два вопроса. У нас средняя зарплата бюджетников должна была дотянуть до средней общей зарплаты по краю. Удалось ли? Сказали, что рост зарплаты – это очень важная задача для края. Упоминали бюджетников, что им зарплату как-то там вырастет. А с остальными как будет? Владимиров заверил, что зарплаты бюджетников в ближайшие 2-3 года должны показать рост от 4 до 7%. Теперь руководители предприятий на Ставрополе лично заинтересованы в том, чтобы подчиненные имели достойный заработок. Ты получаешь государственные деньги только тогда, когда мы видим, что у тебя средняя зарплата по предприятию растет. И никого не заставляем, говорим, что вот возьми для себя 5 лет и покажи нам график, как ты до 30 тысяч доведешь. Вообще большинство вопросов так или иначе было связано с финансами. Взять хотя бы новые тарифы на капремонт. Журналистов интересовало, сколько же все-таки будем платить в этом году? Сегодня обоснованный тариф, как там многие мне говорят, 19 рублей 47 копеек. Это непомерная ножа, то есть с средней квартиры в 60 квадратных метров человек будет платить почти что 1200 рублей. Это много. Поэтому мы его будем держать на уровне 9 рублей и не давать ему роста выше, чем рост идет на услуги ЖКХ. А как быть с тарифами на вывоз мусора, которые иногда не поддаются логическому объяснению, спросили Владимирова. По каждому отдельному случаю разберемся, парирует губернатор. До сих пор мы разбираемся с некоторыми населенными пунктами, где пытаются увеличить сумму сбора в два раза, в три раза. Эту часть мы тоже должны урегулировать. Это тоже пока что не наше достижение. Спросили у Владимирова и о том, зачем нужно было районы превращать в городские округа. В ответ глава края привел внушительную цифру – 600 миллионов рублей. Столько удалось сэкономить казне благодаря новой системе муниципального управления. Теперь один глава. И не будет лишних управленцев на местах, которые зачастую не очень-то и хотели работать. Человек избрался и полгода на работу не ходит. Просто пьет. Вот все легко. Пьет, я пью. Все, не хочу на работу ходить. И что вы со мной сделаете? Ничего не сделаете. Ничего. Я избрался. Ничего не сделаете. Депутаты, депутаты, половина родственников, половина друзья. Ну, небольшой населенный пункт. Все хорошо, все отлично, устроился, молодец. Только в населенном пункте ничего не происходит. Не могли не спросить Владимирова о грядущих выборах губернатора края, которые пройдут в сентябре. Владимир Владимирович заверил, сейчас с уверенностью можно сказать лишь только о том, что выборы будут. А кто в них планирует участвовать, станет ясно позже. Еще Владимиров признался, рад, что праздники кончились и можно работать в обычном ритме. Хотя в новогодние чудеса верят. Ведь есть доказательства. Мне загадал Дед Мороз, что у меня трое сыновей, дочка. И потом, бах, дочка случилась. Чудо или не чудо. Все, в 15-м году у меня родилась дочка. Ну, как так? У меня было трое сыновей, я так давно к этому шел. И тут бахте. В один год все случается. Итак, десятки вопросов. Полтора часа. И теперь у журналистов очень много работы. Но, кстати, не только у журналистов. Многое, что было сказано губернатором, теперь на карандаше у краевых министров. Так что эта пресс-конференция определяет развитие края на этот год и ближайшие. Вадим Аскаленко, Николай Попов. Ставропольское телевидение. Новогодние праздники отгремели. И пока одни отдыхали, другие в это время работали, не покладая рук. Чтобы в домах у нас с вами были свет и тепло, старались энергетики края. И, как итог, ни одного серьезного происшествия. Джамиля Ибрагимова все разузнала о работе специалистов в непростой новогодний период. Новый год такой, как мы привыкли. Все вокруг сияет, горит, переливается. Кажется, что все так и должно быть. Вы даже не подозреваете, но за всем этим стоит огромный труд энергетиков. Пока все отдыхали, специалисты предприятия Ставрополь Энерго работали в режиме 24 на 7. Чтобы в домах жителей края было тепло и светло, а на улицах празднично. Было организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, мобильных бригад в количестве 18. Кроме этого, были опробованы предварительно, приведены в боевую готовность дизеллектрические станции, так называемые ресебры, резервные источники электрической энергии. Порядка 17 штук. Перед Новым годом в очередной раз энергетики проверили все оборудование, которое обеспечивает надежным электроснабжением больницы, поликлиники, детские дома, школы. Да и в сам праздник диспетчерам отдыхать некогда. Это своеобразный головной мозг энергосистемы Ставропольского края, немощит, на котором отображаются все электрические сети региона. Именно сюда стекается вся информация о работе оборудования и принимаются оперативные решения об устранении каких-либо неполадок. Результат работы ставропольских энергетиков налицо за все праздники ни одного происшествия. А если говорить в целом об СКФО, то технологических сбоев в электросетевом комплексе МРСК Северного Кавказа стало в разы меньше. Наша компания успешно преодолела период новогодних праздников. Об этом говорят цифры. На 86% по сравнению с 2017 годом сократилось время полного восстановления электроснабжения. В среднем с 5 часов до 1 часа. На 45% уменьшилось количество отключенных трансформаторных подстанций. Если некоторые ведомства подводят итоги работы в конце года, другие сразу после новогодних праздников. Это время для многих служб. Это серьезное испытание. И ставропольские энергетики прошли его достойно. Джамиля Ибрагимова, Владимир Ходрев, Ставропольское телевидение из Пятигорска. А в краевом правительстве поздравили лучших журналистов Ставрополья. На торжественном мероприятии по случаю Дня российской печати им вручили заслуженные награды. Среди отмеченных и журналисты своего ТВ. Алексей Форсиков с подробностями. Награды получать всегда приятно. А вдвойне приятно, когда их вручают коллегам. Журналистам своего ТВ. За добросовестную работу и вклад в развитие краевых средств массовой информации. Так написано в грамоте от имени губернатора края. Имя отмечены наши коллеги. Марина Кулешова, руководитель службы новостей. Иван Фильянов, телеоператор. И Сергей Надеин, главный по спорту и замглавного редактора. Больше хороших информационных поводов. Такое традиционное у меня пожелание сегодня. Чтобы было больше хороших новостей. Потому что всегда говорят, что в новостях много негатива. Пусть будет больше позитива в жизни. Тогда мы никуда не денемся. Будем позитив показывать. Глава края пожелал журналистам побольше праздников в душе. Чтобы хорошее настроение передавалось зрителям и читателям. Чтобы никуда вам в дом не приходил прокурор. Ну и все-таки у нас сложные. Сложные у нас сегодня времена. На самом деле они всегда сложные. Я очень хочу пожелать, чтобы материальный достаток журналиста соответствовал его работе. А его работа всегда соответствовала ожиданиям нас, людей, которые потребляют его творчество. Еще раз от имени всего своего ТВ поздравляем всех наших коллег с Днем Российской Печати. Алексей Форсиков, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Праздничное богослужение, колядки и подарки. В Рыздвяном прошел рождественский праздник для детей из детских домов, школ, интернатов и многодетных семей. Организатором большого торжества уже не первый год выступает Газпром Трансгаз Ставрополь. На праздники побывала и Яна Лукошкина. Рождество Христово – один из главных православных праздников. Семейный, теплый, светлый. Таким его видят и дети, которые с раннего утра на службе в храме поселка Рыздвянова. Каждого завораживает и интересует в этом таинстве что-то свое. Ну, вообще, тут интересно послушать, как. Ну, тут разные батюшки собираются и читают молитвы. Рождественская служба, которую провел митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, собрала около 500 человек. Большая часть из которых – воспитанники детских домов, школ, интернатов, воскресных школ, а также многодетные семьи. А после все желающие смогли исповедаться и причаститься. К слову, таких оказалось много. Приятно видеть в храме на праздниках детей, поздравлять их, подарки им дарить. Когда они читают какие-то стишки, исполняют песнопения, несут свои дары Христу. С чистой и легкой душой после службы дети отправились во Дворец культуры и спорта общества. Там газовики устроили для них настоящую рождественскую сказку. Угощения, танцы, калятки, стихи и песни. Стояли, молились Христу, позвонились. А митрополит решил проверить исторические знания детей. Те, в свою очередь, хорошо справились с заданием. Хором правильно ответили на все вопросы. Я хочу, чтобы действительно светлый праздник Рождества Христова нес прежде всего в ваши души, уважаемые детки, в ваши сердца радость, доброту. Чтобы вы выросли с любовью к Богу, с любовью к жизни, к своим воспитателям. Чтобы у вас в жизни все было хорошо и прекрасно. Самое приятное для детей часть праздника наступила после концерта. Каждому вручили подарки. Такая добрая традиция поздравлять девчонок и мальчишек с главными православными праздниками берет свое начало с 2000 года, когда в поселке Рыздвяном был освящен храм Рождества Христова. За эти годы на благотворительных праздниках, устраиваемых газовиками, побывало в общей сложности около 20 тысяч девчонок и мальчишек. Следующим большим подарком от газовиков станет пасхальное торжество. Яна Лукошкина, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. Ставропольские ученики могут предложить дизайн школьной формы будущего. В национальном конкурсе «Талант, согревающий добром» участвуют дети от 6 до 18 лет. В четырех основных номинациях юным модельерам нужно предложить комплект одежды для мальчиков, девочек, юношей и девушек. В дополнительных – эскизы спортивной и трудовой формы, принты на одежде, галстука, рюкзака и нашивки. По итогам победители наградят ценными призами. Свои заявки юные дизайнеры могут подать до 1 октября этого года. По итогам смотра конкурса 2018 года Ставропольские юнормейцы стали лучшими в стране и получили кубок заместителя министра обороны Российской Федерации. Такое решение принял главный штаб движения «Юнормия». Среди критериев отбора – количество участников движения в регионе, группы в социальных сетях, курсы повышения квалификации, наличие комнат юнормейца и многие другие. Второе место у Республики Татарстан, третье – у Московской области. Еще больше новостей региона на сайте stv24.tv. А у меня это вся информация на данную минуту. До встречи в прямом эфире в 10.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok